Есть много сигналов, которые сигнализируют о том, что нужно лечить печень. Советуем досмотреть видео до конца. Печень является одним из главных органов, выполняющий такие важные функции, как обезвреживание и выведение из органов токсинов и шлаков, регуляция обменных и пищеварительных процессов, она принимает участие в синтезе белков и гормонов, в регуляции гемостаза, кроветворения, депонирует кровь, витамины и микроэлементы. Работая с большой нагрузкой, печень нуждается в бережном отношении, в профилактических мероприятиях, направленных на ее оздоровление. Очень важно знать симптомы и жалобы, которые возникают при различных поражениях печени, чтобы не пропустить ранние этапы заболеваний и вовремя обратиться к врачу. Боль является важным предупреждающим сигналом, который дает знать о патологии какого-либо органа, помогает пациенту и врачу установить диагноз и излечить болезнь. С печенью дело обстоит иначе. Из-за отсутствия в ней болевых рецепторов зачастую болезнь протекает латентно и проявляется уже на поздних стадиях, когда лечение и восстановление бывает труднее. Однако многие болезни печени можно выявить по другим сигналам, при помощи которых печень дает знать о существующих проблемах. Наиболее типичные ранние признаки поражения вначале остаются малозаметными. Это тяжесть и дискомфорт в печеночной области, снижение аппетита, появляющиеся внезапно, появление тошноты, горечь во рту, легкая желтушность глазных яблок и налета на языке, непонятное депрессивное состояние и хроническая усталость. С углублением патологического процесса усиливаются и симптомы поражения. Прогрессирующая желтушность глаз и кожных покровов, изменение цвета мочи и в результате повышение уровня билирубина. В случаях интоксикации, аллергизации организма часто бывают жалобы на кожный зуд. Синяки, появляющиеся без какой-либо причины, свидетельствуют о нарушениях свертываемости крови. Ведь печень принимает участие в гемостазе. С увеличением размеров печень надавливает на капсулу. И чувство тяжести в правом боку перерастает в болевой синдром. Случается это уже на поздних этапах болезни. Покраснение внутренних поверхностей ладоней. Ярко-красные губы, малиновый язык также должны сигнализировать о возможной патологии печени. С нарушением жирового обмена появляются желтоватые подкожные жировые бляшки. В связи с колебанием уровня эстрогенов у мужчин становятся выраженными молочные железы, а у женщин нарушается менструальный цикл, усиливается оволосенение ног. Возможны обильные межменструальные кровотечения. В результате портальной гипертензии развивается общая отечность, отек ног и лодыжек. Такие симптомы, как повышение температуры тела, болезненность и отечность лимфатических узлов, отек селезенки, суставные боли, сосудистые поражения кожи и легких являются показателями иммунного поражения печени. При колебании массы тела без видимой причины в диагностический алгоритм обязательно следует включить и обследование печени. Так, для цирроза характерно похудение. При перегрузке печени жиром и холестерином наблюдается ожирение и набор веса. Рассматривая возможные признаки поражения печени, легко заметить, что симптоматика зависит от степени вовлеченности ее в патологический процесс и степени нарушения той или иной функциональной деятельности. Поэтому болезни печени могут долго себя не проявлять. К тому же большинство симптомов не являются специфичными. Они могут встречаться и при патологиях других органов и систем. К основным патологиям печени относятся Циррозы первичные, как следствие некротических процессов наследственных патологий. И вторичные, вызванные постоянным значительным воздействием на ткани печени токсичных веществ. Гепатиты, развивающиеся по различным причинам и подразделяющиеся на острые и хронические формы воспаления. Опухолевые новообразования злокачественной и доброкачественной природы. Инфильтративное поражение печени вследствие лимфоматозного поражения. Жирового поражения, амилоидоза. Патологическое нарушение кровоснабжения печени с застойными явлениями при сердечной недостаточности. Заболевания, при которых вовлекаются в процесс желчные пути в самой печени. Желтухи в результате функциональных расстройств, к которым относятся синдромы Даббина-Джонсона, Криглера-Найяра, Жильбера. Чтобы не пропустить раннюю диагностику заболеваний такого важного органа, настоятельно рекомендуется не реже, чем один раз в год сдать лабораторные анализы, включая печёночные пробы, общий пилирубин, сдать ультразвуковое исследование печени. И главное, нельзя забывать, что окончательный диагноз ставит и лечение назначает только врач.